Аудиодневник Аудиодневник Прыжки по шаткой геометрии И, конечно же, разъяренный сом, убивающий мгновенно Зато здесь нашлось отличное применение Для одного из самых необычных железнодорожных механизмов Переворачивателя вагонов Где же еще кресту было спрятать свою драгоценную дрезину? Изначально гнезду демона было гораздо больше Так как планировалось поселить там целый рой демонов Который защищал бы свою нелетающую королеву Но в процессе своего развития Даже рядовой демон стал достаточно универсальным и смертоносным Чтобы и в одиночку оказать достойное сопротивление игроку Более подходящего похитителя для рядового мишки не придумаешь На ранних этапах разработки на Волге было много бандитских патрулей днем И блуждающих электрических аномалий ночью И все бы ничего, но утром и вечером они встречались Бандиты храбро бросались на аномалию, стараясь ее застрелить Привлеченные шумом зверолюди бросались на бандитов А аномалия сжигала всех В итоге игрок в одиночестве бродил среди гор обгоревших трупов Поэтому мы ограничили зону патрулирования бандитов Оберегая их от встреч с шаровыми молниями Так как против других врагов у них есть шанс на победу Мойка — это место, где впервые в Metro Exodus появилась фракция бандитов Большая часть наших узнаваемых пикантных граффити Были созданы именно для этого места А еще Мойка — одна из наиболее сложных локаций для скрытного прохождения Взять хотя бы саму цель миссии при таком стиле игры Угнать вагон, в котором живут 15 человек, так, чтобы они этого не заметили Весна — первый уровень, где игрок видит результаты своих решений, принятых на предыдущих уровнях На нем же мы отрабатывали технологию реакции мира на изменения судеб персонажей Забавный бар В одной из версий, скорбящие о потере князя спартанцы, дружно выпивали за упокой его души Вместе с самим усовшим На этом островке сразу два момента, призванных разнообразить впечатления игрока Электропазл в заброшенном доме и сцена встречи с рыбаками Это была первая из подобных встреч, реализованных в Metro Exodus И на ней мы отрабатывали контекстные реакции мирных персонажей на действия игрока Кстати, о рыбаках Так получилось, что главной угрозой для них оказался вовсе не вооруженный до зубов Артем А объект их поклонения — гигантский сом, который съедал бедолаг прямо во время мирной беседы Идея событий на этом уровне навеяна культом Великого Червя из книги Metro 2033 Именно там описан прототип нашего доктора из Ямонтау Жрец-людоед, рассказывающий о каннибализме как единственном выходе в условиях недостатка белковой пищи На ранних этапах работы над сценарием мы даже рассматривали вариант взять этого доктора с собой на Аврору Чтобы он помог найти лекарство для Анны Впоследствии от этой идеи отказались Поэтому Анна без лишних сомнений брутально перерезает доктору горло Концепция локации несколько раз пересматривалась Сначала это был корабль с пауками Потом с пауками и людьми Потом пауков убрали вовсе Вдохновившись сценами стихийной разборки кораблей в Индии и Африке Мы заняли наших персонажей аналогичной деятельностью Сложилась цельная картина жизни общества Рабы разбирают корабли, нефтяники за этим следят А вышка барона обрастает новыми элементами Идея паучьего корабля также нашла свое применение Его обитатели переселились в трюм-жилище отшельника радиолюбителя Центр спутниковой связи пережил много изменений На ранних этапах разработки это вообще была лаборатория Где игрок находил уникальный защитный костюм Без которого было не добыть водой в оазисе В полу этой лаборатории были расщелены славы Куда можно было сталкивать пауков светом фонаря В дальнейшем, разумеется, мы предпочли более правдоподобный вариант этой локации Одна из игрушек Насти маленький пистолетик На самом деле боевая оружие, который специально для нее сделал ток Когда мы рассматривали вариант сценария С обзятием безумного доктора из Ямонтау на борт Авроры В одной из сцен таких каннибал должен был бежать в лес, прихватив с собой ребенка Артем и Степан успевали спасти Настю Но при плохой карме игрока девочке приходилось застрелить людоеда, чтобы защитить отчика Сперва была идея поселить здесь песчаных червей из дюны Фрэнка Херберта Однако такой ход показался нам слишком предсказуемым И для этих тварей мы подобрали более подходящее пристанище на другом уровне Вместо червей на вертолетной базе заняла сцена засады Причем не на Артема, а на Саулу, с которым его перепутали Так мы получили дополнительную возможность показать наличие конфликтов среди приспешников барона Прототип уровня Тайга был первым уровнем Metro Exodus, на котором мы испытывали все новые для нас технологии Большие открытые пространства, цикл смены дня и ночи, а также его влияние на обитателей уровня Динамическая погода, управляемые игроком транспортные средства, механики сбора ресурсов и крафта Все это и многое другое впервые заработало именно здесь Тут же кипели и самые сильные драматические страсти Идей было великое множество Павел из Metro Last Light искал могилу своего деда Гюль выслеживала каннибала, похитившего Настю Силантий сжигал в клубе свою паству Спартанцы возводили мосты через реки Артем поднимал восстание рабов на ГЭС, а на болотах газовые гейзеры освещали выступления заезжей рок-группы В этой локации мы хотели провести параллель между пиратами и орденом Как и спартанцы в Москве, эти воины стоят на границе между миром людей и толщищами тварей Им некуда отступать Как и орден, они обречены Рано или поздно лагерь Детей Леса снесет радиоактивный поток А мутанты прорвутся в туннеле метро Но пираты, как и спартанцы, все равно будут стоять до последнего Детей Леса В отличие от всех остальных показанных в игре социумов Детям Леса удалось избежать диктатуры, лжи и манипуляций Учителями никогда не правил Напротив, он старался воспитать из них порядочных людей Но мир метро внес свои коллективы Дети выросли и толкование учения разделило им На уровне тайга игроку встречается наибольшее количество нейтрально настроенных персонажей Рассказы которых дополняют картину устройства местного общества Среди прочих особенно выделяется адмирал Хотя он и был добавлен в игру одним из последних Именно его монолог подводит нарративный итог уровня Затопленная лесопилка, в которой он живет Была создана еще для самого первого прототипа И в разное время ее населяли пауки, носачи в коконах, креветки, аналог биомассы из Д6 А также группа спартанцев, распиливающих бревна для строительства моста То, что многие персонажи на данном уровне в диалогах с Артемом подводят итог своего путешествия Продиктовано не только приближением к финалу игры Но и стремлением передать наш собственный опыт в реальных путешествиях по железной дороге С каждым днем пути незнакомцы постепенно сближаются И когда приходит время расставаться, становится немножко грустно Помашь зеленкой и все пройдет Разговорное название главного сокровища жителей Новосибирского метро «Зеленка» Происходит от популярного на постсоветском пространстве антисептика На первый взгляд может показаться, что это всего лишь рояль пуста Придуманный на скорую руку для завершения сюжета Но на самом деле мы достаточно скрупулезно продумывали логику этого вымышленного медикамента Помимо прямых функций радиопротектора Зеленка также играла роль валюты в новосибирском обществе по аналогии с довоенными патронами в Москве Продолжение следует...